Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас в гостях лицензирован адвокат из Германии Евгений. И поговорим мы на тему, что делать с бизнесом на территории Германии в текущих условиях гражданам России. Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что делили нам время. Расскажите, пожалуйста, много о себе и о вашей компании. Добрый день, Маргарита. Около 10 лет специализируемся на бизнес-решениях, бизнес-проблематиках, бизнес-возможностях. Сопровождаем в новых условиях инвестиций граждан различных стран, в первую очередь в Восточной Европе. Ну и вот особенности на сегодняшний день, которые добавились. Есть что сказать. В некоторых областях есть определенность, в некоторых нет. Я думаю, что ближайшие недели здесь окажут важное влияние. Евгений, скажите, могут ли сейчас граждане России открывать общие компании на территории Германии, и как сохранить уже имеющийся бизнес? Мне кажется, нам нужна плоскость разговоров построить так, что на сегодняшний день есть политическая плоскость, которая раньше всегда в общем-то присутствовала, но такие черные, темные оттенки никогда не принимала. Политическая, человеческий фактор, общественное настроение по отношению граждан в России и юридическая плоскость. То есть как на практике во многом это работает. На сегодняшний день в юридической практике по отношению к бизнесу многое не изменилось, да, то есть де юре. Нормы не изменились, нигде в законе не написано, гражданин России работать запрещено восклицательно. В политической практике многое изменилось, потому что, во-первых, понизилась во многих готовность работать с российским бизнесом, то есть являться сюда не будем, это понятно. И мы работаем сегодня между двумя этими плоскостями, поэтому, отвечая на ваш вопрос, как раз таки это и нужно учить. То есть может ли гражданин России, граждане России на сегодняшний день открыть новый бизнес, организовать новый бизнес в Германии? Ответ в плоскость юридической да может. Граждане России на сегодняшний день могут без проблем открывать, учреждать юридические лица, даже не имея для этого вид на жительство или европейского гражданства, да, мы говорим исключительно граждан России даже, которые здесь не проживают, а с визой находятся. Это можно сделать по доверенности, у многих нет возможности сейчас ехать, по доверенности мы даже открываем юридические лица. То есть ответ утвердительно да, бизнес можно организовать. Подключается следующий, однако, очень важный вопрос, и это менеджмент этого бизнеса, управление. То есть уже первый будет вопрос внесения учредительного взноса, то есть уставной капитал внести, а как его перевести, с какого банка? Тоже можно еще вопрос открыть, есть организационные возможности, как это сделать. Но как управлять бизнесом дальше в условиях некоторой взаимной изоляции? Вот это та проблема, с которой сталкивается и новый бизнес, и бизнес, который уже работает многие годы, он с этой проблемой сталкивается. Сейчас мы работаем тоже над этим решением, пытаемся какие-то готовые продукты предложить людям, которые, может быть, как-то помогали. То есть удаленное управление бизнесом, подключение третьих стран, дружественных, для того, чтобы как-то и бизнес поставки организовывать, и экспортно-импортные операции, которые зависли спасать и экспортно-импортные операции в будущем. Потому что мы прекрасно понимаем, что бизнес упрется сначала, и уже во многом уперся в эту стену санкций, но будет искать отходы, как-то прыгать через нее пытаться. То есть бизнесу жизнь очень будет осложнена, однако его не остановит. Понятно, что это ведет к удорожанию транзакции, например, если мы говорим о экспортно-импортных операциях, поскольку приходится страны третьи подключать. Но, тем не менее, есть какие-то шаги, как это может в будущем выглядеть. Хотя, конечно, присутствует и надежда, что это все стабилизируется, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Поэтому, заканчивая, так сказать, ответ на поставленный вопрос, бизнес можно организовать на сегодня без проблем, но при этом должен быть план, как им управлять, как он будет работать. А вообще существует ли такая система, которая может защитить бизнес от таких форс-мажорных обстоятельств? Она не предусмотрена, мы с многими обстоятельствами столкнулись в первый раз. То есть, поэтому здесь приходится творчески каким-то образом пытаться тем опытом, который накопился, однако во многих моментах творческие решения какие-то новые развивать. Вот. Первая была волна паники вплоть до того, она и сегодня сохраняется как в бизнесе, в рабочем, так и в инвестиционном бизнесе. В проекты по недвижимости, например, были вросы такие, что недвижимость также может быть арестована у российских граждан или еще что-то. То есть, на сегодняшний день это просто спекуляция, нет никаких оснований для того, что у граждан России, не подпадающих под санкционные списки, будет арестовываться и отбираться недвижимость. То есть, другие активы на сегодняшний день нет, но люди дофантазируют зачастую, иногда имея основания для этого, иногда нет и боятся. Естественно, пытаются привести реструктуризацию этих активов, как-то их вывести, как-то их обезопасить, переоформить. Поэтому разрабатываются индивидуальные планы, можно сказать, для каждого поставленного вопроса. Сложно говорить о каких-то схемах, которые можно было бы предоставить клиенту. Мы с удовольствием так делаем, если есть такая возможность, поскольку зачастую, особенно в Германии, на протяжении многих десятков лет отработанные схемы, они просто работают схематично. Все к ним привыкли. Вот на сегодняшний день по отношению граждан России такую схему предложить сложно. Нужно новые какие-то структуры. Понятно. Вообще обращение по открытию бизнеса со стороны России меньше стало с этими событиями? Да, их стало, к сожалению, меньше. Мы занимаемся не только бизнесом, то есть именно открытием бизнеса, сопровождением бизнеса. Очень большую часть занимает как раз таки сопровождение экспортно-импортных операций или инвестиционные какие-то вещи. По всем этим трем направлениям можно сказать, что спад очень и очень и очень серьезный. Именно потому что это, скорее всего, первая реакция и паника, уход, закрытие, замораживание, ликвидируется, банкротств очень много на сегодняшний день. Потому что немецкие активы, которые создавались с российскими гражданами, они в основном и зачастую работали с российским капиталом. То есть постоянно финансовые транзакции проводились между двумя странами. И сейчас, в связи с блокировками банков, СМИФ, оплаты очень сложные идут. То есть контракты, которые по контрактам не проходят оплаты. Ликвидности зачастую в компаниях немного, чтобы она могла сказать, я сейчас 3-4 месяца за счет имеющихся ликвидных средств поживу. Тоже сложно. Поэтому очень быстро приводит к резкому сокращению персонала, если у кого-то персонал был, к максимальному снижению административных расходов и, в общем-то, такому некому ограничению возможности фирмы, которая даже к банкротству может привести. В этой связи тоже хотел бы обратить внимание на то, что если вы видите, что ваша фирма погружается постепенно в неплатежеспособность, то есть у нас есть уголовная ответственность в Германии за затягивание банкротства и директор компании должен заблаговременно подать заявление на признание банкротства. Если он затянет и при этом каких-то кредиторов еще подставит, то есть будет продолжать работу, какие-то договорные отношения заключать, будучи неплатежеспособным, это может закончиться уголовной ответственностью для хозяина, что в то же время и впоследствии может наложить отпечаток на его визовую историю, возможности въезда и выезда, то есть очень комплексные все эти вопросы. На какой-то один только момент пролить свет сложно, потому что цепная реакция зачастую из этого выходит. Многие этого пока не видят, и консультанты, которые консультируют, зачастую однобоком. Но этот вопрос очень комплексный, потому что, спасая бизнес, за ним стоит бенефицар, за ним стоит учредитель, и о его приватных моментах частных, конечно, тоже нужно думать. А вообще сейчас открыть счет в Германии сложно гражданам России или же нет сложности в этом? Да, тоже очень и очень важный вопрос. Очень много звонков сейчас есть от граждан России. В чем проблема? То есть, в принципе, открыть гражданам России физическим лицам, не имея вид на жительство, это и так было очень сложно. То есть, гражданам России открыть Германии счет, просто приехав по туристической визе, это было сложно и без каких-то контактов, даже невозможно, я бы сказал. По умолчанию невозможно, только с какими-то контактами это можно было постигнуть. И иногда просто по незнанию сотрудников банка открывались эти счета. Где сейчас проблема? И это осталось, естественно, еще более тяжело, можно будет открыть счета без вид на жительство. Где сейчас проблема? Многие компании создавалось ООО, немецкая ГМБХ, и учредитель и директор, например, был гражданин России. На компанию открывался счет, и вот сейчас мы столкнулись с такой волной расторжения счета в этих банковских расчетах. Потому что, имея расчетный счет в каком-то банковском институте, банк не обязательно должен обосновывать, почему расторгает. Именно в срезе коммерческих правоотношений. По отношению к частным лицам это несколько другое, вот коммерческий счет, он может закрыть без проблем. Поэтому мы пытаемся связаться в таких случаях с банками, советуем клиентам так же делать, попытаться поговорить в открытом разговоре. В чем проблема, собственно? Какие моменты вас смущают? Может быть, мы можем какие-то вам документы предоставить, где это будет указано, и ваше сомнение рассеется. Давайте не закрывать счет. Мы хорошие, добрые, давайте работать дальше. Вот в таком вот духе. Иногда получается, да нет, но попытаться с тобой. Евгений, ну давайте подытожим наш разговор. Что вы можете посоветовать гражданам России, которые хотят открыть бизнес в Германии? Я, в принципе, посоветовать могу то, что всегда советовал, даже еще, скажем так, более оптимистичные, более светлые времена. Ребята, когда вы открываете бизнес в Германии, у вас должен быть план. План, это, в принципе, касается любого бизнеса в любой стране. Просто на практике, действительно, какие-то были, у многих были, особенно раньше, первые, там, в начале, лет 10 назад. Даже наивные представления, что вот на Германии легко работать, хорошо работать и так далее. Не то, что здесь не легко или что-то в этом роде, но создавая бизнес, должен быть план. План А, план Б, как он будет работать. Создать бизнес, создать юридическую структуру. Создать это один этап, мы его на сегодняшний день без проблем можем сделать. А вот удержаться на плаву в этих условиях, здесь только реализация пунктов плана с жесткой дисциплиной. Как будут средства заводиться, с учетом каких ослабленностей и прочее, прочее. Спасибо, Евгений, очень подробно все рассказали. На этом будем закругляться, увидимся в следующий раз. Всем пока. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok